Доброе утро! В регионе 8.00. Значит, пришло время для субботнего выпуска программы «Вести Ульяновск» в студии Елены Тимонина. И вот о чем мы вам расскажем. Свалки, освещение, туризм. Как губернатор отвечал на вопросы ульяновцев, расскажет Артем Петров. Строгий режим за взятку от владельца маршрута. В Ленинском суде вынесли приговор Геннадию Шакирову. И в Национальный парк Сенгелеевские горы пришли новые технологии. Тропой Сурка с цифровым помощником прошла Екатерина Лазарева. Две недели подготовки и три с половиной тысячи вопросов и обращений от ульяновцев. Сегодня прошла прямая линия с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Коммунальные неурядицы, бездорожье, газификация, туризм. В режиме онлайн-конференции глава региона искал решение самых острых проблем. Все подробности самого масштабного диалога власти региона с населением в материале Артема Петрова. Обращения самые разные темы от модернизации до канализации. Пожалуй, это самые полные определения тем, которые были затронуты в ходе прямой линии главы региона. ЖКХ, транспорт, благоустройство, социальные и другие сферы жизни. В топе обращений традиционно и здравоохранение. Алексей Юрьевич, просим включить в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи «Сенсоры для непрерывного мониторинга глюкозы для детей-инвалидов с сахарным диабетом первого типа». Безусловно, эту помощь мы окажем. На следующий год мы заложили необходимую сумму в бюджет порядка 70 миллионов, 69 миллионов рублей, если точно. И нами уже разработан и подготовлен к внесению в Закцебрание региональный наш закон о мерах материальной поддержки. Задать вопрос Алексея Русских в прямом эфире смогли жители самых разных населенных пунктов. И если на местах людей не слышат, то в областном центре непременно помогут. У нас жалоба на администрацию Барышевского района, она бездействует. Мы уже неоднократно обращались по поводу нашей дороги, просили их проложить дорогу на нашу улицу, но от нас просто напрямую отнесутся. «На 2023 год, давай будем планировать, тогда планы ставить». «Да, Алексей Юрьевич, мы уже предварительно осметили данную автомобильную дорогу, стоимость определенная, и на 2023 год мы уже в планы работы включили». Некоторые вопросы, поступившие на прямую линию, начали решаться еще до ее начала. Если где-то работа действительно забурлила, то в других местах, похоже, пытались лишь имитировать бурную деятельность. «Проблема вывоза мусора, особенно она актуальна для дальних районов региона». Репортаж съемочной группы вестей из Орадищевского и Павловского районов касался проблемы вывоза отходов. Если местные жители обычно видят разбросанный возле контейнеров мусор, то перед телекамерами из ниоткуда возник мусоровоз. Выяснилось, что о нашем визите они узнали заранее. «Порядок, безусловно, мы будем наводить и обязательно наведем». Алексей Русских дал понять – показухой не отделаться. Работать будут только те, кто в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. Касается это и других сфер. По итогам прямой линии собрано свыше 4200 вопросов. И ни один не останется без ответа. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Геннадию Шакирову дали 4 года строгого режима. Приговор чиновнику, который курировал в Ульяновске работу общественного транспорта, огласили накануне в Ленинском районном суде. Он определил, что Шакиров неоднократно брал взятки. А в феврале 2021 года его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Подробности уголовного дела в следующем репортаже. На маршрутах номер 38 и 94 были выявлены нарушения. Управление транспорта подготовило иск в арбитражный суд об отзыве лицензии. По версии следствия, Шакиров предложил перевозчикам решить этот вопрос за 300 тысяч рублей. Дальнейшее покровительство стоило 50 тысяч ежемесячно. Всего чиновник получил миллион рублей. Когда 38-й все-таки решили, согласно транспортной реформе, переводить на регулируемый тариф, его владелец отправился в ФСБ заявить о фактах коррупции. Шакирова арестовали. Прокуратура запросила за взяточничество строгое наказание. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере шестикратной суммы взятки 6 миллионов рублей, лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе на срок 7 лет. Подсудимые его адвокаты утверждают, что факт взятки не доказан. Шакирова спровоцировали, положив в карман куртки конверт с деньгами. Не могу не обратить внимания. Вот человек приходит с заявлением ФСБ. Его заявление регистрируется. Потом человек вызывается на опрос. Так вот, заявление Солюкова было зарегистрировано в 16 часов вечера. А его опрос произведен, начиная с 11 часов утра. Я считаю, что это говорит о провокации. Тем не менее, суд посчитал вину Шакирова доказанной. Но, учитывая положительные характеристики и нахождение на издевении пятерых детей, включая инвалида, наказание, запрашиваемое прокуратурой, смягчили до 4 лет строгого режима и штрафа в 2 миллиона рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Признаете себя виновным? Да, конечно. С вакутости. Геннадий. А, вот такой же. Листочки-мушку можно поставить, если он не послал жаловать? Можно ли? Считаю, незаконные. Конечно, внесение. Провокация. Были факты. Была запись. Дав проститься с женой, приставы вывели Шакирова из зала суда. Приговор может быть обжалован через 10 дней. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. А накануне во всех районах города и области прошла ярмарка вакансий. Свои предложения представили 20 работодателей. Пришедшие на площадки ярмарки ульяновцы пообщались с сотрудниками кадровых служб предприятий и узнали о потребностях в кадрах. Я медсестрой в детдом Соловиной Рощи. Мне было предложено варианты вакансий. Исходя из моих пожеланий, исходя из моей жизненной ситуации. И в ходе беседы мне были подобраны вакансии. Около 70% предложенных на ярмарке вакансий – это рабочие специальности. В них испытывают нехватку такое градообразующее предприятие, как авиационный завод. Посетителям рассказали о бесплатном обучении, заключении социального контракта на поиск работы, а также о мерах поддержки молодых специалистов при трудоустройстве мам, находящихся в декретном отпуске. Ярмарка шла и в онлайн-режиме. Были прямые включения с площадок и видеозвонки от нескольких десятков работодателей со всего региона. Национальный парк «Сингелеевские горы» осваивает новые технологии. С прошлого года сотрудники наблюдают за животными с помощью фотоловушек. С реализацией проекта помогает один из крупных операторов сотовой связи. После Дамсурка гостей парка теперь ведет аудиогид. О том, как цифровизация помогает в изучении животных, расскажет Екатерина Лазарева. Что, идемте, начнем нашу экскурсию? Экологическая тропа после Дамсурка – один из самых популярных маршрутов в Сингелеевском национальном парке. Любители природы могут приехать в Тушну и прогуляться по каменистым меловым степям. С появлением аудиогида исследовать первозданные ландшафты стало легче. Главное – взять с собой наушники. Мы подошли к нашей очередной остановке с забавным названием «Мастерская Сурка». Три километра и 25 точек в аудиогиде. Виртуальную экскурсию общими усилиями создали научные сотрудники парка и представители крупного оператора сотовой связи. Но прослушать гид сможет любой желающий. Это бесплатно и доступно для абонентов всех сетей. Виртуальный экскурсовод расскажет о правилах поведения на экологической тропе, краснокнижных растениях и, конечно, о главных героях данного аудиогида – сурках. Следить за маршрутом можно онлайн по карте. Также одним из преимуществ данного приложения является наличие текстового варианта экскурсии. Экологическая тропа актуальна с апреля по октябрь. К середине осени сурки уходят в спячку. Уже сейчас они начинают обустраивать свои норы к зиме. Зато летом животные охотно идут на контакт. Получить эти кадры помогли фотоловушки. Камеры устанавливают возле нор, чтобы отслеживать образ жизни сурков. Чем питаются, сколько детенышей у них появилось, как они общаются друг с другом. На поверхности сурки проводят 12-16 часов. Чаще всего их можно заметить вечером. Они выходят на кормежку. Предпочитают исключительно траву. Даже угощения в виде яблок и моркови, которыми сотрудники пытались подкармливать животных весной, не вызвали у них интереса. А это еще одни обитатели парка – орланы-белохвосты. За их гнездами следят в режиме реального времени. В прошлом году у ученых уже была попытка наблюдения. Но гнездиться в заготовленном месте орланы не стали. На днях мы установили камеру на новое гнездо. То есть сейчас мы уже ждем следующего сезона. Все готово, камера замаскирована, она работает. Вот сейчас мы ее тестируем. И ждем, что где-то в середине зимы, с января-февраля, орланы начнут подновлять гнездо. И если нам повезет, то мы сможем проследить их гнездование. Сейчас трансляция работает в тестовом режиме. В общем доступе на ресурсах парка она появится уже в октябре. А пока у посетителей заповедника есть последняя возможность насладиться осенними пейзажами. И если повезет, встретить уже сонных сурков. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Лучшие вокалисты Ульяновской области соберутся сегодня в ДК Губернаторский. И здесь состоится главная битва – гала-концерт регионального конкурса «Песни родом из народа». Отбор участников проходил летом с 23 июля по 28 августа. Ими стали 340 жителей области – непрофессиональные вокалисты и любители песенного творчества. В репертуар исполнителей вошли народные эстрадные песни. Силу и грани таланта оценивала компетентная жюри из руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. Особенность этого конкурса является возможность каждого человека выступить, что называется, от мала до велика. Тема у нас, наших песен, свободная. Люди, кто угодно может здесь выступать. И поэтому жюри постоянно делает какие-то открытия. В этом году в финал вышли 24 человека. Три победителя – дети до 14 лет. Это вдохновило организаторов провести в будущем еще один конкурс «Родом из народа – дети». В Ульяновске снова большой футбол. В воскресенье на центральном стадионе «Труд» наша «Волга» проводит очередной матч в рамках турнира команд Первой лиги. Соперником подопечных Рената Аитова станет «Шинник» из Ярославля. После девяти туров эта команда имеет в своем активе 11 очков и занимает 10 место. Ульяновцы, которые вернулись во второй по силе дивизион отечественного футбола спустя полтора десятка лет, пока на последнем месте. У «Волги» четыре набранных очка и ни одной домашней победы. Поправить положение дел команда попытается завтра, 18 числа. Обращаем внимание, время начала матча 16.00 по местному времени. И смотрите в это воскресенье программу «Вести Ульяновск» события недели. Ее представит мой коллега Сергей Пузиков. На что потратят деньги через год? Депутаты и члены Кабмина планируют бюджет для нашего региона. Есть предложение большую часть отдать на социалку. Не ждать, а действовать. Собственникам жилья предложено выдвигать идеи по благоустройству дома. Но что бы с пользой для всех. Созданы для радости, а приносят несчастья. Детские площадки могут покалечить, если не принимать мер. Готовимся к вузу с сентября. Ульяновский госуниверситет предлагает программу, которая увеличит шансы школьника на поступление. Тонна тыквы. Причем одной. Садоводы отметили свой праздник и показали, каким должен быть урожай. Ныряя в Карское море, уходили от медведя. Ульяновские моржи приняли участие в экстремальном соревновании, которое посвятили подвигу предков. Смотрите «Воскресенье» в 8 часов на «Россия-1» и в 14 часов на «Россия-24». А сразу после рекламного блока смотрите программу «Тема дня». В актуальном интервью с руководителем территориального фонда обязательного медицинского страхования Екатериной Буцкой поговорим о промежуточных итогах деятельности организации за 7 месяцев 2022 года. Ну а я с вами прощаюсь. Далее информация о погоде. Ну а я вам желаю прекрасных выходных. Всего доброго. Шок. Цена на классическую свинину. Лопатка, края, грудинка по 199 рублей за килограмм. Только 6 дней. По всей сети местных центров Алешина. Оформите заказ на доставку на сайте вкус.ру.ру или по телефону 70 70 73. Сегодня днем атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем в Ульяновске 17-19 градусов. В воскресенье в Ульяновске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, умеренный. Температура воздуха ночью в Ульяновске 6-8 градусов тепла. Днем в Ульяновске воздух прогреется до 19-21 градуса. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok